Виноваты Акиматы. В Кабмине сегодня снова обсуждали меры по стабилизации цен на социально значимые продукты. По словам правительственных чиновников, все инструменты для сдерживания цен есть, только почему-то Акиматы не спешат ими пользоваться. Какие регионы игнорируют поручения главы правительства, никакой метод сдерживания продовольствия и инфляции предлагают в Кабмине. Об этом Фариза Бладбек. Это далеко не первая критика премьера в адрес глав регионов. Меры принимают, деньги выделяют, а толку все нет. Акимы занимаются формализмом. Тем временем продовольственная инфляция в регионах продолжает расти. Самые дорогие продукты питания в двух мегаполисах и четырех областях. Причем Лутауская область почти не выходит из этого списка. По сдерживанию ценно-социально значимые продукты. На эти цели Астане за прошлый год было выделено 14 миллиардов цинге. Это наибольшая сумма по сравнению с другими регионами. Но в итоге мы получаем наибольший рост цен на продукты. Вы все еще считаете эффективным этот метод сдерживания цен? Критика сегодня была. Вот я считаю, что необходимо работать по сдерживанию цен с производителями. То есть необходимо делать форвардный закуп у производителя в сезон, когда продукция собирается, самое дешевое. Заключать трехсторонние соглашения, которые будет производитель Акимат, СПК и будет торговая сеть. И вот тогда это будет правильный механизм. А пока Акиматы продолжают работать по-своему. Выделяют средства поставщикам, размножая посредников. Продкорпорации даже не пытаются заранее запастись плодовощной продукцией по выгодным ценам. В итоге казахстанцы тратят половину заработной платы и переплачивают за те продукты, которые не являются дефицитными, как, например, лук и рис. Казахстан не находится где-то на острове, чтобы никто не вывозил. У нас есть соседи. И на примере рук лука мы видим. В той ситуации, когда мы полтора миллиона тонн, произведя лука, при внутренней потребности годовых 300 тысяч, все равно это не гарантирует того, что из-за аномального всплеска спроса соседей лук может весь вывезти. Так касается всех товаров. Поэтому министерство сельскохозяйства совместно с другими министерствами и ведомствами мы постоянно мониторим ситуацию и в случае необходимости будем оперативно реагировать, принимать те или иные меры, чтобы защитить внутренний рынок. Установить минимальные цены на социально значимые продукты, построить достаточное количество овощехранилищ, устранить ненужных посредников, выделить аграриям субсидии. Этих мер достаточно для того, чтобы сдержать продовольственную инфляцию. И если еще акиматы начнут действительно работать, то цены на продукты питания стабилизируются уже к лету, заверяют в Кабмине.